Считается самой опасной в России. Тысяча трупов в год. Реально какие-то стрёмные могилы. Будем исследовать эту территорию на паранормальную активность. Офигеть, серьёзно. Чё, прикалываешься вон? Мигелю вообще фигово. Алло, я вера, и мы приехали в столицу Калмыкии, чтобы поехать на самую проклятую дорогу в России. Ребята, и мы покидаем Элисту, и вот это самая опасная дорога в России, где просто тысяча трупов в год. Вы понимаете, давайте сейчас мы вам подробнее расскажем. Ребята, мы только на эту трассу выехали, и уже две могилы, вы прикиньте, просто жесть. Ну это типа как вообще возможно? А чё, куда мы поворачиваем? Давайте, блин, надо подписчикам рассказать, что за дорога смерти и так далее. Пойдёмте, выйдем на улицу, просто и всё покажем. Ребят, давайте просто я расскажу, что сейчас происходит. Мы сейчас находимся в степи, вообще в лютейшем. Вы видите, просто вот на все стороны бесконечные километры дорог. Это Калмыкия. Смотри, я даже покажу поближе на карте. Мы сейчас едем от Элисты в посёлок Ешкуль. И эта дорога считается самой опасной в России. И я нашла, я вам сейчас всё выведу на экран, я нашла канал ВКонтакте, где рассказывают истории, при том, что это не маленькие дети, это не выдуманные истории, это взрослые люди, которые какое-то время жили в Калмыкии, они рассказывают такие истории, где просто, я не знаю, мурашки по коже пробегают. Да, там просто, типа, говорят, едешь по этой дороге, сотни памятников, просто вообще машины разбиваются, и вроде как это не случайность. И там просто гибнут обычно молодые люди, молодые девушки, парни. Женщина рассказывает, что она уже двух на одном и том же месте родственников потеряла. Как такое возможно? Непонятно. Дорога прямая, покрытие отличное. Ну, ближе уже к этому посёлку она становится хуже, но памятники на протяжении всей этой дороги. Короче, говорят, что это калмыцкие злые духи степи, типа, там, хозяин степи и так далее. Вот давайте комментарии экстрасенсов попытаемся услышать. Вообще по этой дороге очень много духов, безумно много духов. Есть такая ведьма, её зовут Шулма. Короче, история такая, что здесь ехали, короче, двое чуваков подвыпившие. Вот, ну, пассажир был такой пьяненький, а второй был, ну, плюс-минус адекватный. Они, короче, ехали, и вот там на дороге, ну, где-то там в 40 километрах отсюда, и кто-то тормозит. Они такие выходят, такие, а там чуваки какие-то в старинной такой одежде, и приглашают их в гости. Там у них кибитка стоит, типа, пойдёмте с нами чая выпьем, вот это всё. Вот, и пассажир такой согласился, начал вытаскивать водителя, говорит, пойдём, нас приглашают, неудобно. Вот, а тот говорит, нет, я не помню, что здесь поселение какое-то было. Короче, посадил его, уехали. Потом вернулись на следующий день утром, а там нет никакого поселения, вообще там просто водоём, камыши. Ну, это просто история про Шулму. Ну, короче, смысл в том, что... А что такое Шулма вообще? Шулма – это ведьма, и она просто бывает в различных обличьях, типа, там, змея с рогом, всякие духи. И бывает, вот, она превращается в путников, ну, вот таких вот, короче, чуваков, которые тебя приглашают, и у них прикол в том, что у них нет вот этой носогубной складки. Если ты не заметил и пошёл к ним, то, короче, всё, ты не возвращаешься больше оттуда. Прикиньте, я, короче, ещё читала историю. Здесь ехал по этой дороге, дальнобойщик какой-то, и он сбил человека просто насмерть. Он услышал вот этот вот звук, когда, ну, попадает кто-то под колёса. Вот прям стук об автомобиль. Он это чётко слышал. Потом выходит, а там никого нет. Короче, ребят, это и ночью. Мы сегодня обязательно проверим эти слухи. И вообще, я не знаю, мы в живых останемся или нет. Так что прямо сейчас подписывайся на канал. А мы взяли самую надёжную тачку, какая только есть, чтобы, если выживать, то выживать на 100%. И мы уже на ней попали в аварию. Так что я сейчас даже прикреплю фотографии, как это было. Вот какая у нас ситуация. Опа. Опа. Ну, в общем, никто не... Короче, ладно, ребят, вся эта жесть обычно начинается ночью. Потому что этот хозяин степи, он, ну, как бы, не любит, когда ночью всякое... Нет, слушай, Саш, на самом деле, вот реально странная история. Мы ни разу в жизни не попадали в аварию. Ну, вот вообще никогда. Ребята водят уже просто, я не знаю, десятки лет автомобиль, и всё отлично, всё нормально. Сегодня, блин, мы стояли, разбирались с ДПСником, и вообще такой истории у нас не было никогда в жизни. Короче, ребят, солнце уже низко, видите, вообще облака, всё такое. И сейчас только заходит солнце, и начинается жесть, и мы всё снимаем на камеру. Ещё, короче, говорят, что здесь туман стелется по всем степям. Там есть некоторые районы, где он просто... Ну, вот можно заехать на машине в туман, и там слышатся разные шумы, какие-то звуки. Непонятно, что происходит. Если выходишь из машины, не идёшь в степь, то там тебя реально может кто-то окутать и твоё сознание, и забрать какой-то дух. И это реально жесть. И мы попробуем сходить один из нас в степь. Вообще, мне кажется, просто дорога прямая, и... Ну, блин. Могила? Нет, мне кажется, просто дорога прямая, и быстро устаёшь, начинаешь засыпать, выезжаешь на встречку, и всё. Ну, типа, так и погибают. Ну, и плюс здесь прям хочется поднадать. Ну, типа, ты едешь просто прямой, нормальный асфальт, и дорога, ну, просто, ну, да, до Астрахани. Нет, мы сейчас ещё одну просто могилу видели, и уже как бы, ну, фига, сколько, штук 5 их видели, наверное, всего. Нет, просто здесь ещё негде остановиться, и вот проезжаешь её, видишь её, но не успеваешь камеру включать. Ребят, я думаю, сейчас мы могилу увидим, а я практически уверен, что мы её увидим, мы остановимся и покажем, просто, какая жесть здесь происходит. Ну, там надо ближе доехать к этому ешкюлю, ешкулю, и там говорят вообще жесть, они просто на каждом метре. Ребята, просто посмотрите, сколько там животных пасётся. И мы опять, на самом деле, сейчас где-то 3-4 могилы пропустили, типа, потому что здесь, вот видите, какая насыпь. Вон могила, вон она. Где, где, где? Видишь, это не могила, это стол. Здесь, ребят, видите, насыпь такая, какой-то ремонтируют дорогу, или что-то типа того, и, в общем, сложно остановиться, сейчас она закончится, мы увидим могилу, потому что тут была ещё очередная могила, это уже, наверное, 10-ая просто. Такое ощущение, что мы просто едем на кладбище, на дороге. Ребят, вон она, видите, просто жесть. Сейчас давайте подойдём, даже, причём, походу, их 2. Я такого вот, на самом деле, никогда не видел. Вот, смотри, змеи могут выйти. А, ладно, да. Короче, я такого никогда не видел, чтобы офигеть, там могила с пентухами, что ли, Вер? Ну, нет, звёзды какие-то. Ребят, смотрите, реально какие-то стрёмные могилы вообще, то есть тут что-то нарисовано, пентаграммы. И самое интересное, видите, то есть изгородь, то есть реально, как на кладбище сделано обычно, там, ну, если на трассе кто-то разбивается, ну, просто там цветочки, там, типа, и... Обычный памятник, на самом деле, ставят. У меня просто у бабушки был дом, и там рядом погиб парень, его протащили, ну, как-то машина его зацепила, и прямо около дома поставили памятник такой, типа, небольшой. Но там изгороди не было. Ну, ладно, что вот, ну, дорога реально прямая, просто вообще, ну, очень, ну, и как бы, какого фига здесь просто, это как кладбище, уже вот, ну, реально больше 20 могил, ну, ребят, насчитали. И с одной, и с другой стороны, я думаю, что те могилы, которые мы пропустили, мы с ними на обратном пути, хотя постараемся, потому что, ну, здесь останавливаться негде. Это вот мы нашли такой небольшой участок, где нет насыпи, и вообще там, ну, вначале велся ремонт дороги, тоже нельзя останавливаться. Это реально стрёмно ехать. Просто вот сейчас еще была слева одна могила, едем по дороге смерти. Показываю вам очередную могилу, вот, смотрите она. Видите? Где она? Опять двойная, вон, мы уже проехали. Да. Двойная могила, и на самом деле, на встречу едет очень много машин, и страшно даже не за то, что там у нас ребят как-то не умеют водить, а да, кстати, я тоже получила права, я тоже могу водить, но не буду этого делать именно здесь. И страшно за то, что, ну, я не знаю, на фуре кто-нибудь едет, он засыпает, например, какой-нибудь дальнобойщик, и сворачивает на полосу, напротив, ну, прям реально не по себе. Ребят, мы въезжаем в Ешкурский район, и вон еще могила. Блин, что-то жесть, просто только границу района пересекли, еще плюс две могилы. Дело в том, что мы уже подъезжаем именно к этому поселку Ешкуль, как раз около которого, и вон, вон еще могила, да? Да, походу, и там вон сокол, видите, летает, очень лютый. Жесть, просто их нереально, много, вы просто не представляете, как здесь стрёмно сейчас, даже учитывая, что мы едем днем, но скорость темнеет. Да, и смотрите, там цветы, походу, пустынные, да, или что-то такое. да, да, вообще. Да, темноте, жесть начнется. Озеро же началось. Да, это пересохшее озеро, кстати. Вон еще могила? Где? Нет, табличка. Вон, ребят, могила, видите? Вон, 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 могила. Ребят, вон очередные могилы, вон они, свежие сидели. Да, там они с венками были. Вон могила, во-первых, одна. А мы, короче, тормозим, будем исследовать эту территорию на паранормальную активность. Мне кажется, на самом деле, многое связано вот с тем озером, на которое мы сейчас поедем. Потому что говорят, что это шума, да, или как там она называется, ведьма, она тянет в воду. И тоже неоднократно писали об этом в том, ну, на страничке ВКонтакте, где об этом вот это все происходит. Так, Ригель, может, нам не стоит туда ехать, а то что-то мне кажется... Слушайте, а здесь вы знали, то, что здесь еще на самом деле почвы, они такие, типа, супер скользкие, это как в Волгограде. Да, мы можем потом просто не заехать вообще сюда. Может, мы туда пешком просто дойдем? Да, просто посмотрите, какая там дорога. Саш, покажи. И там вот прям видно, что человек, видимо, который проезжал на этой машине, ну, ему было не сладко, когда он ехал. Вообще тут, на самом деле, по этой дороге можно было проехать. Не знаю, чем мы идем пешком. Слушай, ну, вообще да, но, как бы, на такой дороге опасно не в том, чтобы застрять, а в том, чтобы машина не сгорела. Потому что... Не сгорела. Ну, потому что вот это под поддон забивается трава, если она сухая, там же горячо, там же двигатель, она может воспламениться, машина сгорает буквально в течение, там, двух-трех минут, ты даже не успеешь огнетушитель выстрелить. В смысле, такие случаи были прямо? Да. А ничего, что мы там тачку поставили на этой траве? Не, ничего страшного, ты же не едешь. Короче, мы как-то ехали по полю, ну, не по полю, по дороге ехали и попали в пробку. И чувак решил, что он умнее всех, и он на каком-то внедорожнике решил объехать, короче, пробку. И вот, и поехал, и попал в сухостой, вот в такой. Ему набилась трава, короче, под его защиту, и все, тачка сгорела. Чувак сэкономил 5 минут и лишился 5 миллионов. Короче, опасности подстерегают нас на каждом шагу. Здесь еще могут быть всякие гадюки, вот эти вот там змеи. Скажи про змею с рогом, ребят, это как хозяин пустыни, ой, то есть хозяин степей, он может превращаться в зимню с рогом. Змею, да, и в общем, кто ее видит, они все умирают. Потом куча таких случаев, тоже вот мы сообщения выведем очевидцев из интернета. Я надеюсь, что с нами все будет сегодня в порядке, и мы просто изучим местность Калмыкии и спокойненько вернемся в отель. Мы сейчас заходим к прерии, или как это называется. Короче, здесь такие небольшие кустарнички, и их, ну, не так уж и много, но почва, кстати, здесь уже влажная, потому что мы подходим к озеру, а, собственно, озеро это вода, и поэтому здесь, ну, как бы, деревья проще расти, а там по суше. И летом здесь, я читала, что там люди говорили, что тут по 50, градусов бывает, вообще лютая дичь, не знаю, как здесь выживают, и здесь на всю республику Калмыкия живет, сколько там, Саша, ты говорил? 200 тысяч человек, 200 тысяч, если в Москве только живет там 20 миллионов плюс, по там, официальной статистике 16, ну, в общем-то, да, живет на самом деле больше. То есть здесь всего лишь 200 тысяч, пошли какие-то у нас вот это, трудности в перемещении, нам приходится перешагивать через странные заросли. Дойдем ли мы до озера сегодня? Не знаем, на самом деле, что делать, совпадение это или нет, но вот прям вот здесь вот начинается граница озера. Но его нет, здесь какие-то заросли, и мы уже не хотим туда лезть, а дорога уходит куда-то уже ближе к автомобилю на дороге. Мне, кстати, самое странное, что автомобили, они ездят вот там на дороге, но прям рядышком, но их не слышно вообще. Я бы серьезно обделалась, если бы оказалась прямо здесь на этом месте ночью. Жесть, чувак просто летит, он, я не знаю, на какой скорости, может быть, он, ну, я не понимаю, как на такой скорости по такой опасной дороге едут люди. Мне реально стрёмно вместе с ними находиться на одной дороге. Я отказываюсь это делать. Ребят, я не знаю, что происходит, просто вы зацените, какая буря вообще, лютая, надвигается, похода. Да все видно и так отлично, просто вообще. Да, вот высадите. Да, вы видите, ребят, просто нас сейчас возможно захреначат просто, и это типа будет уже дорога смерти в прямом смысле в 90-м. Посмотрите, и там, видишь, все вообще за этого затягивают просто, столь, столь. О, еще второй раз выже, смотрите, третий. Третий раз, это как тот мужик рассказывал, короче, есть история опять же страшная, и чувак пишет, я выезжал из Элисте и проехал, какое-то время, потом смотрю, ну вроде ехал прямо по дороге, смотрю опять табличка, как будто я въезжаю в нее, и кстати, нам еще сейчас ехать 6 часов или сколько? Ну да. 6 часов нам нужно ехать, так что мы 100% застанем темное время суток. Ребят, короче, зацените, что мы нашли. Мы ехали по вот этой дороге, и тут типа вообще жесть, вон, это просто огроменные, как его называют, старый ветряк, старый ветряк, он тут... Вон, видите, вон ветряк такой, типа, не разобранный, это тоже ветряк, но он, типа, у него нет лопасти. Короче, у нас тут проблема, эти два дурака, я не знаю, как еще их назвать, вот этот, который камеру держит, и тот, который уже наверх полез. Вот они тут, значит, рассчитывают, как бы им туда забраться. Смотрите, в каком состоянии находится этот ветряк. Мигель! Там, короче, сейчас Фарк приезжал, который, она говорит, что там навстречу сейчас будут лететь голуби, и вообще, ну, типа, птицы. Ну, типа, там небезопасно, да, короче. И пахнет тут, на самом деле, так, что... Да, пахнет какашками, ребят, здесь. Это ты, Мигель? Че? Ну, в смысле, ты тут такой запах сделал, или нет? Ты накакал? Ребят, тут лифт сломанный, прикиньте, то есть, тут лифт был вообще. Какой? Нет, вот лестница, типа. Блин, это стрёмно, на самом деле. Я не знаю, блин, а вот что ты там же ничего не увидишь? Там нету обзорной, или там есть площадка? Ну, вообще, мне кажется, не факт, что есть площадка, я могу посмотреть, я могу, как-то, на дроне взлететь наверх. А, там, есть площадка, Вера, видишь, типа, вон там такая тема. Ну, нахрен ее вообще... Посмотрите, какой на самом деле закат сейчас. Мы сейчас ехали по дороге и решили заехать в место, которое все считаются, все калмыки считают святыней. И вот вы посмотрите, какой закат. Это просто, я такого солнца даже на Бали, мне кажется, не видела. Что, может, дрон запустим, как думаешь? Ну, давай. Блин, я не знаю, вот сколько туда лезть, это руки могут просто оторваться. Держи камеру вверх тогда. Холодно, ладно, я куртку надену. ты куртку надену. Так, ребят, сейчас будет жесть вообще полная. Так, а что, как она тут отодвигается-то? Блин, я уже все забыла. Столько времени, дрон не запускали, что сейчас это будет невероятное что-то. А мы все выведем на экран, так что не переключайтесь. Ты что, залез? Эй! Так что орал оттуда? Я не знаю, откуда. Сейчас я сбегаю внутрь, пока Саша запускает дрон. Мигель, ну ты что, где там? Ты на самом верху? Я на верху. А так там балкон, там есть выход? Да. Я сбегаю. Ну давай. Сними что-нибудь на телефон. Офигеть! Только не подлетай близко к нему, Саша. Ты сейчас еще, не дай бог, что-нибудь случится. Смотри, как круто. Да, офигеть, серьезно. Да. О, у него вот самые офигенные просто видео, которые возможны. ставьте лайк вообще и подписывайтесь на канал. Ставьте лайк за такую красоту, господи. Там еще кто-то, а, нет, он там один. Я думала, там кто-то стоит. Ой, это птицы нападают, походу, на дрон. Да, да, серьезно, блин? Эй, блин, уходите отсюда. Вон птицы, блин, летят. Вон они, вон. Ну, кыш отсюда. Нет, они все, все в порядке. Слушай, или Саша. Да. Это что такое? Серьезно? Вы? Короче, четыре птицы, то есть, прямо сейчас четыре птицы пытаются атаковать наш дрон. И это уже не смешно, потому что я не хочу еще один дрон потерять. Мы уже их потеряли несколько, потерпели крушение, можно сказать. И просто, ну, случайно потеряли. Господи, какой закат. Это просто невероятное что-то. И если сейчас закат, то вы же понимаете, что прямо сейчас уже скоро стемнеет. А нам еще ехать и ехать. Ну, что там? Круто! Но, блин, страшно. И я такое не одобряю. Так что никогда в жизни такого не повторяйте. Пожалуйста, я вас просто очень сильно прошу об этом. А что-то там говорит, но, типа, непонятно, что он видит. Ага, он блок видит. Так, улетаем от него. Все, давай спускайся, потому что я хочу, чтобы он быстрее ушел оттуда. Хочу посмотреть, что там за ветряк. Давай слетаем быстренько. А еще ветер, на самом деле, сильный, а там он еще сильнее. Так, ребят, почему-то ветряки эти забросили, вообще непонятно, очень странно как-то. Ну, их уже как бы два разобрали, один еще стоит, но они не крутятся абсолютно. Смотри, какой закат красивый, ты посмотри. закат офигенный, я говорю, я не понимаю, как мы попали именно в такое место, в такое время, видимо, это судьба. Видимо, нам кто-то с духи этого места хотели показать красивый закат. Здесь вообще какие-то антенны стоят, типа, что это? Ну, это, мне кажется, вот как основание этого ветряка, просто он на чем-то там должен был фиксироваться. И здесь, в принципе, наверное, Так, и вон, вон еще один ветряк, я тоже понимаю, он заброшенный, да? Да, я сейчас покажу поближе закат, чтобы все видели, как это красиво. На самом деле, камера не передает все, все те цвета, которые видно в реальности. Немножечко АСМР Спускай дрон. Ну вот, смотри. Ты спускаешься? Спускайся! Смотри. Нет! С ума сошел? Мы же не дурачки, что ли? Люта. Да, ветряк вообще дичайший. Короче, ребята, все эти видосы я выложу в Инстаграм, так что обязательно подписывайтесь на него, еще, может быть, что-нибудь выложу в титок. Все ссылки на мои соцсети будут в описании. А еще у нас есть телеграм-канал, где вы можете скачивать отрезки из наших видео, нарезки, выкладывать их в тикток, и они набирают по несколько миллионов просмотров у всяких человеков. Но между тем, уже смотрите, учитывая, что начинается закат, сейчас будет, ну, типа, жесть, будет ночь, мы в степи, мы на дороге смерти, и посмотрим, чем это все сегодня закончится. Короче, Мигель там что-то болтает сейчас, а здесь приехали какие-то ребята. Там поет какие-то песни, а тут приехали ребята и слушают его. И ржут над ним. Короче, там можно залезть прям в эту головку этого ротора. Я усротый просто, жесть. Это я еще вытирал, там просто помет, вообще жесть. Там на последних этажах просто что-то липкое везде. У меня усрота куртка. Сейчас на самом деле вообще не смешной. Ситуация такая, мы сейчас едем, Саша за рулем, Мигелю фигово, откровенно, потому что все на самом деле себя чувствуют плохо. Я не знаю, связано это как-то с духами в себя. конечно. С чем еще это связано? Саша, давай ты лучше будешь вести эту дорогу и не отвлекаться, потому что я на самом деле не знаю, что может произойти, но походу челлендж отменяется, потому что там сейчас стель, там луна, я сейчас попробую накидать картинку, которую мы в общем сняли. Семьер отменяется, мы пока не доедем до города, ничего не отменяется, куда мы денемся. прикалываешься вон? Мигелю вообще фигово. Ты сейчас, нет, стой, подожди, Саша, ты сейчас хочешь пойти в степь, проверять, а что ты хочешь? Я хочу доехать, куда не будет, хотя бы, просто не разбиться. короче, мы сейчас экстренно покидаем просто Калмыкию, и пока мы не выйдем за ее пределы и не заселимся в отель, никуда из машины мы не выйдем, реально очень стрёмно. Поэтому, ребят, сейчас себя плохо чувствуем все, не знаю, как мы будем добираться, давайте поставим лайки для того, чтобы все были здоровы и ничего не произошло. Обязательно подписывайся на этот канал, а в продолжение смотри на канале Алекса Морал, на него тоже подписывайся, подписывайся на мои соцсети, ссылки будут в описании, подписывайся на Телеграм, все, увидимся снова, пока.